Теперь уже точно известно, когда полностью откроют большую кольцевую линию метро и участок до тех следчиков в том числе. Всем привет, сегодня рассуждаем на эту тему ближе к концу видео, так что досмотрите это видео до конца и не забудьте про лайк, подписку и комментарий. Также вы можете стать спонсором канала по ссылке в описании, делайте только если у вас есть возможность. Начнем с хронологии открытия станций. Первый участок большого кольцевой линии был открыт 11 августа 1969 года. Тогда не планировалось ввести ее через Каховскую линию. Это был отросток замоскворецкой линии, который позже был отделен. Средом 26 февраля 2018 года было открыто движение по уже настоящему участку БКЛ Петровский парк-деловой центр со всеми переходами, кроме Петровского парка. Его открыли 29 декабря 2020 года. От 30 декабря 2018 года открыта станция Сайловская. 27 марта 2020 года в составе Некрасовской линии открылась Нижегородская, Лефортово и Авремоторная. Под Новый год открылась Электрозаводская. Вся станция не имеет предземного перехода по сей день. Как шутка, в 2021 году открылись величные движения от Хорошовской до Мневников. И 7 декабря открылся самый мощный участок Мневники Каховской. Теперь обсудим маленькую вещь. По некоторой информации, текстильщики станут конечной. Это очень странно, так как не будет хватать всего одного перегона до Нижегородской и отсоединения электрозаводской, Лефортово и Авремоторной. Возможно, это будет сделано из-за особенности оборота поездов на электрозаводской. Типки находятся на очень большом отдалении от станции ближе к Лефортово. И для более-менее удобной работы нужно ждать северные станции. Но, на мой взгляд, это не аргумент, так как интервалы на Нижегородской и Большой Кольцевой линиях почти одинаковые – 3-4 минуты. Так что это решение очень спорное. Теперь о том, зачем мы сюда перешли, когда все это завершится. Я думаю, что реконструкцию Варшавской и Каширской можно успеть доделать до конца года. А вот с соседними станциями уже было оглашено, что станция Ногатинский затон открыл в 2023 году. Следовательно, до техсельщиков мы также сможем поехать только в 2023 году. Если не скажут, а давайте мы недостроенные станции просто не откроем, а движение пустим. Но это будет очень странно и маловероятно. А что думаете вы? Особенно будет интересно почитать ваше мнение по поводу движения до техсельщиков. Стурационный мой взгляд очень странный. На этом у меня всё. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok